Не ведитесь на вот это, ой, тут три в одном, и праймер, и сеттинг спрей, и обновлять маки, это все маркетинг, ребята. Самое первое это тон, его надо наносить либо меньше, либо вообще его не наносить, не покупать. Здравствуйте. Все детали моего макияжа будут в описании. Ребята, как вы догадались из названия, сегодня мы тестируем с вами вместе Пупу, которая получила зарплату вместо лупы. Смешные шутки с 2006 года вошли в чат. Сразу же беру свою самую любимую заколку моду женщину, жемчуг 2020-2021, лето, солнце, жара, русалка, мы тебя ждем. Ребята, у меня наконец-то чистая кожаная, какая-то опуршая, интересно почему. Сразу же беру праймер, я с вами сегодня хочу поговорить, у меня такое разговорное настроение, дубль 2. Сразу же беру свой праймер, у меня это Too Faced Hangover 3 в 1 спрей. Этот спрей мне вообще не нравится, пытаюсь его закончить. Неспрестан Hangover называется, потому что если у вас серьезно похмелье, и вы набрызгаетесь этим персиковым ужасом с утра, ох, не самое приятное ощущение, я вам скажу. Ребята, у меня к вам такой вопрос, я прибью пока что спрей своим спонжем. Как вы относитесь к подаркам? У меня просто скоро день рождения, и вот, конечно, когда я была мелкая, мне важно было, чтобы мне что-то подарили, какой-то подарок, там фломастеры, краски, не знаю, пластику, не важно. Ну, это пластилин такой, который запекается в духовке. У меня сегодня вот такой тон пупа Extreme Cover Foundation Oil Free. Тут даже есть итальянское название. Fondo Tina Alta Cuprensa Zero Impresioni. Мамма миа, я ничего не знаю. Написано, что надо его по-хорошему встряхнуть, у меня оттенок 0,10. Так вот, как вы к подаркам относитесь? Просто интересно ваше мнение почитать. Не факт, что я отвечу, но факт, что я замечу, я читаю все. Это факт. Просто вот сейчас, когда я уже такая взрослая достаточно дама, для меня не важен факт подарка, для меня важен вот эмоции какие-то. Например, я стараюсь дарить людям эмоции. Это может смешно звучать, но я вам сейчас приведу пример. Кажись, я переборщила. С тоном, ну ладно, пример такой. Однажды, пока еще я была в отношениях с Павлом, что-то часто я вам про свои отношения тут рассказываю, мне кажется. Я вообще не знала, что ему подарить. Вот серьезно. Я думаю, бля, что ему надо вообще? Это было тяжело. Но пока я была в Китае, я вот с Китая приехала, и у него день рождения там потом было. Я совсем случайно увидела, то ли на Таобао там какие-то короткие видосы по типу ТикТока были. Я увидела такую коробочку с фотографиями. То есть вы ее открываете, у вас там фотографии. Вы ее дальше открываете, дальше снова фотография. И это как упаковочная такая коробка, а в центре маленькое место. Ну, смотря какую коробку вы покупаете. Если у меня фото осталось, я, конечно же, вам прикреплю. Тон воняет просто хуже, чем персиковый этот спрет. В общем, вы ее открываете, и там маленькое место. Я туда положила денежку. Именно не деньги, а денежку, потому что у меня тогда было денег не так уж и много. Я положила им, вроде бы, две тысячи рублей подарила. И там была маленькая записка, типа, посмотри назад. Он обернулся, и за ним стояли суши. То есть вот что эмоции. Подарок-то, казалось бы, да, суши и две тысячи рублей. Можно так прийти и сказать, ну, держи суши, тут килограмма полтора на тебе две тысячи рублей и по съебам. Но важна подача, понимаете? Также раньше я друзьям своим, у меня друзей, как вы помните, мало было и есть сейчас, я им дарила подарки, запаковывая в газету и в несколько слоев скотча. То есть, чтобы они раскрывали и страдали, пока они это делают. Тон на глаза наносить не буду, так как, ребята, он очень-очень плотный. Мне все-таки нанесу на глаза тона, то я как будто как в очках. А теперь я привидение. Зато смотрите, что я вам сейчас покажу. Идеальное плотное покрытие. Опять, я только губежки восстановила, у меня опять здесь какая-то залупа. Тон слишком белый для меня, я это прекрасно вижу. Я синяя. Камера, ну, можно, можно и не надо. На цветокоррекции подправлю. Ребята, в общем, я очень синяя и тон для меня слишком светлый. Но я вам хочу сказать, что я его носила весь день. Я вам в конце видео покажу, как он носился, его стойкость. Но для меня лично этот тон очень вонючий, но в то же время мне, вот мне такое нравится. Знаете, это не как Бетка, не как Худи Бути, где тон сидит как гипс тут. Ага, да, тоже как гипс, ёбан, Люся. А то я, знаете, смотрю на себя издалека-то и думаю, вау, какая кожа классная. А вблизи, ребята, это жесть. Может быть, я переборщила с количеством тона. Но издалека в целом-то смотрится очень красиво. Но вблизи у меня все поры подчеркнуты. У меня очень пористая кожа. Этого, в принципе, не видно, если тон это не подчеркнул. Особенный трэш происходит на лбу. Ну ладно, давайте наносить консилер и пудру. Все сегодня от пупы, я поэтому объявлять это не буду. Вот такой вот консилер, в нем 4.2 мл. Неплохо, но почему тогда такая огромная бадья у вас пупа? Я сейчас чуть-чуть удалю, а то есть синяя. Здесь большая удобная лопаточка и продукта достаточно много набирается. Я сейчас, кстати, ребята, все консилеры наношу под глаза. Я не знаю, зачем, если у меня там тон. Ну просто мне это начинает нравиться. Я так зону под глазами себе высветляю. Хотя что там высветлять, блин? На самом деле я, наверное, просто где-то на подсознании проверяю, скатается у меня тут в моей морщине подглазное что-то или нет. Потому что я знаю, что многие используют консилер под глазами. Почему мы с вами обсуждали подарочки? Так вот, когда мне спрашивают, что тебе подарить, это просто самый, знаете, сложный вопрос. У меня глазки уменьшились в три раза. Это самый сложный... Ёб твою мать. Это самый сложный вопрос, потому что за годами мне все сложнее и сложнее отвечать. Знаете, что ты хочешь на Новый год? А что ты хочешь на день рождения? Я хочу спокойствия. И все, мне больше ничего не надо. Как говорится, что еще надо для счастья, кроме немного спокойствия? Я, конечно, обычно прошу дарить меня деньгами, особенно близких друзей, да, которые близкие. А на самом деле мне очень интересно получать подарки, которые люди продумали. То есть они вот знают меня с какой-то стороны. Потому что не все меня знают со всех сторон. И кто-то дарит мне акварель. Кто-то дарит бумагу для рисования. Я сейчас очень редко рисую. Ну, потому что у меня, как всегда, нет времени, вечная моя жалоба. Кто-то дарит мне косметоз. Вот это Михаил чаще всего. Он дарит мне не расходники. Ну, например, мой тон любимый или еще что-то. Он дарит обычно помады и палетки. Но мне интереснее получать вот то, что человек продумал. Конечно, мне, быть может, это и не нужно, допустим, какая-нибудь статуэтка. Я ненавижу. Я вообще терпеть не могу. Статуэтки всякие, магнитики. Но когда люди привозят, я же не говорю, слушай, вот это говно, оно мне не нужно. Забирай свой магнит и иди нахуй. Ну, это просто некрасиво. Есть правила вежливости. Я, конечно, могу так сказать. Но это если человек меня бесит. Но если меня кто-то раздражает, он мне ничего дарить не будет. Кажется, я уже переборщила с пудрой. Ну, поглядите, она исправила нам ситуацию с тоном. Теперь он выглядит не как глина, а более-менее нормально. Он очень плотный, в общем. Может быть, это проблема в том, что я нанесла праймер этот от Тюфейст, который спрей. Это тоже может быть огромная проблема, потому что он ужасный. Вообще ничего не делает. Не ведитесь на вот это. Ой, тут три в одном. И праймер, и сеттинг спрей, и обновлять магии. Это все маркетинг, ребята. Все спреи, блядь, одинаковые. Кроме Кадали. Вот Кадали, спрей всем спреем. Спрей будет держать вам косметус весь день. Так, что у нас дальше? Вообще-то брови хочу уже поскорее сделать. Но не-не-не, хейтеров нужно отражать. И надо мордашку отконтурировать. А то я как плоский блинчик. Поэтому берем мою самую любимую палеточку. Ребята, я вот вам говорила, что мой самый любимый бренд это Max Factor. Ну, это так. Почти все, что я там тестировала, мне понравилось. Однако, мне не очень понравился каял для глаз. Ну, и тени, это, конечно, отдельный разговор. А пупа, это вот итальянский косметоз. Бля, я вам вообще-то обычную историю бренда рассказываю. Это, короче, итальянская косметика. Мне здесь пока что ничего вот так суперотвратительно не понравилось. Вы поняли, Надеюсь, да? То есть мне все нравится, что я от них брала. Так, здесь у меня палеточка. В ней четыре продукта. Хайлайтер, светлый контур. Что? Это пудра? Ладно, темный контур и средний контур. Я же считаю, что здесь хайлайтер, пудра, контуринг и бронзер. Поэтому я беру то, что посерее. Ну, да. Я сейчас вижу, что то ли я с тоном переборщила, то ли он, ну, слишком уж плотный, ребята. Надеюсь, я не синяя. Я очень белая. Посмотрите, это идеальный контуринг. Вот, фуриел. Чего, ребята, мне понравилось из масс-маркета? Катрис мне понравился. И вот пупа, я вам как-то давно очень говорила, что у пупы есть вот такая палетка для контуринга. Мне она очень нравилась. Я в свое время ее добила просто до конца. Да. Использовала полностью. Кроме хайлайтера. Хайлайтер здесь такой. Не моя эстетика. Бронзер. Отдельный бронзер от пупы я брать не стала, потому что он есть в палетке. И зачем, как бы, да, тратить лишние деньги, когда у нас тут хороший продукт? Прямо сразу в палетке. Смотрите, какой он пигментированный. А я рыжий апельсинчик. С ним надо вообще очень аккуратно все это делать, потому что, ну, он серьезно очень пигментированный. И он тушуется, этот вот бронзер, что в палетке, не так хорошо, как контуринг. Ну, серьезно. О, бой. Я опять буду тут с вами сидеть. Такой апельсинчик. А возьму-ка я вот эту пудру, что тут идет в палетке. И нанесу ее под глаза. У меня уже под глазами просто... Честно, ребят, у меня под глазами какая-то глина. Уже все скаталось, все, что было можно и все, что нельзя. Но я хотя бы отконтурировалась и стала более своего оттенка. Я каждый раз себя как-то недооцениваю и покупаю самый светлый тон. Хотя, как вы понимаете, я далеко не самая светлая. Глубина оттенка у меня должна быть 2, но никак не 1. Чем я вообще смотрю? Чем я думаю? Вопрос, как всегда, ребята, остается открытым. Ребята, я возьму хайлайтер из этой палеточки. Я помню, что этот хайлайтер такой странненький. Ну да. Вообще. Я бы не сказала, что он ни о чем. Но он как Катрис. По стандарту. Однако у него больше отражения есть. То есть он не сатиновый, он такой, видите, вау, я тебя сейчас отражу, пупсик мой сладкий. Ладно, хороший хайлайтер, потому что, когда эта палетка у меня была в 2017 году, я его не оценила. Мне очень нравятся лимитки у пупы. Я их просто обожаю. Но я не стала для видоса брать лимитки, потому что, вы знаете, пока я это все протестирую, пока я соображу вообще, что почем, потому что уже лимитка уйдет далеко очень. Поэтому второй хайлайтер я купила вот такой. Он очень красивый, очень качественный пластик. Претензий к этому нет. Оттенок у меня 100. Он такой золотистый. И вот лимитки хайлайтеров у пупы, ребята, я вам советую брать заранее. Я не знаю, это лимитка или нет, но вы просто посмотрите на это отражение. Кстати, пупа косметика достаточно дорогая. Вот это, ну, это Шанель Лев отдыхает. Мой любимый самый хайлайтер. Можно даже не дослаивать, хотя нам надо отражать всех. Отразили, я думаю. Носик и посъема. Мне осталось сделать брови, ребята, и немножко, наверное, лицо затемнить, потому что оно очень белое. Ну, хотя не скажу, наверное, белее на полтона, чем есть на самом деле. Ну, в общем, сделаю брови и вернусь к вам с палеткой теней, поэтому не уходите. У меня еще, кстати, ребят, сегодня две помады. Ну, ладно, я сделаю брови, вернусь к вам. Готово. Ребята, я сделала брови карандашом от пупа. Посмотрите, как я тщетно пыталась показать вам, как работает карандаш. Он достаточно мягкий, его легко тушевать, но тонкие линии прорисовать им сложно, потому что он достаточно широкий, но мне это, в принципе, удалось. И карандаш такой хороший, заслуживает тоже вашего внимания. Давайте сейчас проверим стойкость помады, и когда я доделаю глаза, посмотрим, как она продержится, и будет ли у меня полоска. У меня сегодня две помады, и вот первая из них очень интересная. Эта помада обещает нам за 10 дней увеличить губюхи. Но, ребята, что я вам скажу? Типа за 10 минут ваши губы увеличатся на 5%, а за 7 дней они у вас увеличатся на 12%. Я вам скажу, что ваши губюхи увеличат только гиалуроновая кислота в размере 1 мл, но можно кому-то и 0,3 подколоть, например, как мне изначально подкололи немножечко совсем. Но сейчас у меня в губюшках, наверное, 0,7 на нижней и точно 1 мл на верхней. Поэтому это единственный ваш шанс. Ну или обрисовывать губюхи тоже может вам помочь. Помада в очень таком странном оттенке. Я один раз ее наносила, а она мне полоску не сделала. Однако давайте посмотрим, как она сейчас будет себя вести. И увеличит ли она мне губюхи на 5% за первые 10 минут. Удобно прорисовывать, потому что кончик такой острый. Аромату помады какой-то знакомый. Вот раньше были помады флёр или бель. Наверное, бель. Тоже в красной такой вот упаковке. Наверное, кому младше 20 лет, вы вряд ли помните, но у моей бабушки были помады бель. Я постоянно красилась. Такова, а я красивая, а я красивая, посмотрите. Вот, так что комфортно, в принципе. Но я не очень люблю глянцевые помады. Однако, не скажу, что какое-то увеличение произошло. Ну окей, поглядим, что будет через 10 минут. Ведь нам надо 10 минут выждать. Ощущений пока что никаких нет. Ребят, серьезно, увеличиваем губы гиалуроновой кислотой. Я не хочу сказать, что пупа вас обманывает. Это ни в коем разе не какая-то там клевета, но целая инструкция. И написано, серьезно, что увеличивается объем губ. Ну вот на 12%, если вы 7 дней подряд ее используете. Среднее значение. Инструментальное измерение на 28 женщинах. А я, конечно, мастер перевода. Давайте попробуем найти информацию на русском, потому что я вижу только испанский. Después de 7 días. Как выглядит 7 на испанском? Патру сингос. Сиэто. Сиэто. Тут даже китайский есть. О, нашла. Увеличение объема губ в процентах. Среднее значение. Приборное измерение, проведенное на 28 женщинах, которые носили помаду по полюбам два раза в день. Испытание проводилось двойным слепым методом с использованием плацебо. Ммм, хорошее испытание провели. Они провели действительно хорошее испытание. Молодцы, ребята. Наконец-то я могу выкинуть инструкцию. Увеличились губы, их нет? Ладно. Аромат помады я больше не чувствую. И давайте переходить к теням. У меня сегодня палеточка. Пупа Matte Attitude. Я долго не могла выбрать палетку, как обычно. Но палетки у Пупа выходят редко. Даже не очень метко. Здесь есть название. Я их выкину, ребят, потому что мне это не очень интересно. Палетка холодная у меня такая, зеркало не искажает. Открывается она не до конца, только вот так. Но тоже неплохо. В палетке 7 оттенков, из них 6 матовых и 1 сияшка. Вес продукта 13.3 грамма. Неплохо очень, даже хорошо. Больше грамма получается в каждом рефильчике. Очень красивая холодная палетка, такая базовая. Я не помню, сколько она стоила, брала я на Wildberries. Ребята, губежки ощущают себя хорошо, мне комфортно, мне приятно. Хочу вам сказать, что я получаю критику за то, что у меня все макияжи одинаковые. Если, вот серьезно, как мне показать вам 7 оттенков, не сделав каткриз? Очень интересно мне. Я такой информацией не владею. Я сегодня каткриз делать не буду, потому что не то, чтобы мне не нравится мой каткриз. Мне очень нравится. Я считаю, что все у меня макияжи не то, чтобы одинаковые. Они в одинаковой технике, но они разные. И мне было неприятно такое читать. Честно скажу вам. Типа, отписываюсь, потому что все макияжи одинаковые. Извините, нет, вы не правы. Ну, сегодня без каткриза. Тем более, что палеточка такая нюдовенькая. Я купила каял. Я обожаю каяла от пупы. Вот, обожаю. Каждый раз, когда я покупала, все было хорошо. У меня это Extreme каял оттенок 006, зелененький. Он супер стойкий. Здесь 1.6 грамма продукта. Ребята, это действительно самый собакостойкий каял. Я вам отвечаю. Лучше, чем каял от пупы, может быть только каял от Makeup Forever. А это уже о чем-то говорит. Я крайне редко люблю продукты из масс-маркета. Ну, потому что, ну, Жиза такая вот. Я люблю карандаш для бровей от Vivienne Sabo. Также мне нравится карандаш от L'Oreal Skinny Brown Definer. И мне вот нравятся каялы от пупы. От ламели, кстати, каялы тоже хорошие. Данный каял надо точить. И сегодня будем делать с вами акцент на нижнем веке. Потому что у меня для этого очень красивый отдельный оттеночек куплен. Однушечка. Посмотрите, я, блин, едва касаюсь глаза, и у меня уже на слизистом появился оттенок. Это просто что-то невероятное. Разве нет? Можно так накраситься и пойти. Все. Это макияж готов. Вот, зато разнообразный макияж. Что еще там? Разнообразный макияж хотите? Готово. Вау. Все, ребят, всех люблю. Всем пока. Ну что, мне так краситься, что ли? Ну, серьезно. Так, теперь я, наверное, нанесу каяльчик на нижнее веко и буду его потом тушевать. Я хочу... Блин, он слишком пигментированный. Слишком такой жирненький. Хочу такую стрелочку зеленую. Буду тушевать ее потом. Какой красивый оттенок. Ребят, у меня нет слов. Одни эмоции, которые я не умею выражать особо. Ну, ладно. Беру какую-то рандомную плоскую кисть. Для этого лучше брать, знаете, такие спонжики есть для теней. На самом деле, я вообще не знаю, чего я делаю. Но тушуется все замечательно. Это больше даже не зеленый оттенок, а такой морской волны. Я его ни разу не тушевала. И у меня на глазу это был чисто зеленый. А вот оттушевать, да, голубенький такой выдает немножко. Морская волна. Окей. Что сверху сделаем? Я нанес потом, нанесу, ребята, эту... По-моему, лимитированный оттенок. Извините, но он очень красивый. Я его так долго искала. Его нигде не было. Нашла вроде бы на зоне вообще. Так, беру такой холодный светлый коричневый из палеточки. На мне он ни разу не холодный. Слегка так вот тут затемню. Что опять мне с бровями? Извините, пожалуйста, я готова к видосу, честно. Затемняю более темным оттеночком. Все тушуется превосходно. Я вот одной кистью работаю и проблем не испытываю. Ну ладно. Ну хорошо. Вроде неплохо. Ребят, сверху, я думаю, нельзя, чтобы было тяжелое веко. Вообще лучше ничего там было, наверное, не делать. Светлым чуть-чуть подтушую. Просто я люблю, когда у меня века создана повыше, чем есть мое оригинальное. Я поэтому складочку затемняю не в самой складке, а повыше, чтобы глаз раскрыть. Как вам? Мне нравится. Теперь я беру то, ради чего это видео вообще затевалось, потому что я не знала, куда сунуть вот эту замечательную, ребята, однушку. Она невероятная. Она просто замечательная. Серьезно, здесь 1-3 грамма продукта. Это очень красивый, дуохромный зеленый оттенок. Я его наносить на клей не буду. Я возьму кисть, которую я карандаш тушевала, и нанесу на нижнее веко. Естественно, оттенок летит, пылит. Он очень красивый, особенно если на клей наносить, типа смоки зеленые делать, он переливается из зеленого в такой синий-фиолетовый. Это самый красивый оттенок в моей коллекции. Когда у меня была палетка призма от Анастасии, там был вот такой оттенок, он назывался вроде бы трон или как-то так. Зеленый такой, он шикарный. Кстати, недавно видела видос в тиктоке, типа показывают палетку, эту призму от Анастасии, и там паль. И человек говорит, что это не паль. Может, он троллит, не знаю. Но видно же, что паленка, во-первых. Во-вторых, вы оригинал сейчас купите только с рук у кого-то за достаточно большие деньги, я думаю. Никто не будет ее продавать дешево. У меня ее нет, потому что она закончилась. Я считаю, что это шикарно. Вам так не кажется? Невероятно. Я, конечно, все это сейчас вне камеры потушую. Ребята, сделаю что-нибудь на этом глазу. Что-то другое интересное. Открись, не бойся. И вернусь к вам, ребята. Потому что я очень довольна тем, что здесь есть. Мне, конечно, надо еще вам лайнер показать. Лайнер у меня, кстати, сегодня... О нет, я испачкала свое замечательное зеркало Jeffree Star. Такая я неряшка. Оно еще софт-тач, так его вообще не отмыть. Ну ладно, это же всего лишь зеркало. Ребята, забыла, что вам надо лайнер показать. Давайте очень быстро покажу. У меня вот такой вот Pupa Vamp. Pupa Vamp Definition Liner. All right. 2,5 мл. Маловато. У меня уже был этот лайнер. И он что-то мне немножко жжет глазик. Но у меня глаз потом не опухает. То есть нет вот этой проблемы у глаза. Немножко пожгло и ладно. Моя задача сделать сверху достаточно маленькую стрелу. Вот такую. Другой макияж. Да ладно, я троллю. Ребята, я знаю, что если вы меня поддерживаете, вам нравятся мои макияжи, вы потому меня и поддерживаете, наверное. Хоть немножко вам они нравятся. Но сегодня будет нетипичный макияж. Я это называю скучный. В общем, сейчас я вот это исправлю все, естественно, вне камеры. Потому что, ну, это займет у меня, наверное, минут 40 тут сидеть все это тушевать. Ребят, поэтому я сейчас дорисую вот эту зеленую стрелу, растушую ее. Сделаю здесь что-то другое. Накрее ресни и вернусь к вам. Готово. Ребята, мне не очень нравится мой сегодняшний макияж, потому что для меня это совсем нетипично. Я такое не делаю. Поэтому я, наверное, больше не буду идти против себя и делать то, что я на себе не приемлю. Вот особенно до оба макияжа, в принципе, вышли такие, знаете, очень своеобразные и очень не мои. Хочу вам сказать, что я не советую наносить сатин на нижнее веко, как я сделала это тут. Вот, однако, это было только для того, чтобы показать вам, как тушуется карандаш. Это очень невероятный каял. Вот такой еще раз вам его покажу. Он суперклассный. Ребята, покупайте каялы от Пупа. Вы часто спрашиваете какой-нибудь каял из масс-маркета. Понимаю, что Пупа достаточно дорогой тоже бренд. Но я вам советую или Make Up For Ever, или Пупа. Больше ничего, к сожалению, посоветовать не могу, потому что я мало каялов тестировала. На этом глазу я сделала матовую тушевку, коричневый и черный. И без клея сверху нанесла зеленую блестяшку. Ребята, я набрала достаточно много для того, чтобы показать вам оттенок. Он, ну посмотрите, он невероятный. Это просто мой, это мой самый любимый оттенок. Посмотрите на это. Правда, у него база такая серенькая, но все равно он красивый. Мне он очень-очень нравится. В этой линейке однушек также был красивый очень синий оттенок, вроде 007. Но я его брать не стала, потому что синих однушек у меня достаточно. А вот такой зеленой красивенькой у меня пока что нет. Но теперь есть. Видите, мне такие макияжи просто, ребята, не идут. Ну честно, хайлайтер продолжает отражать хейтеров. Золотой, правда, немножко ушел, потому что у меня тут были осыпания, вы их до сих пор видите. И я их убирала своим спонжем с остатками тона. А так, в целом, хайлайтер на самом деле достаточно стойкий. И классные лимитки от пупы брать стоит. Их раскупают моментально. Поэтому, если вы видите красивую лимитку и вам она нравится, берите. Качество мне всегда нравится у лимиток от пупа. Особенно у тенюшек, но они сыпятся. Я думаю, вы понимаете, что лучше на клей их насаживать. Или сначала делать глаза, а потом тон. Также я тут в уголочек нанесла сияшку из палетки. Давайте сделаем сводчем. Наверное, перед сводчем я помаду перенанесу, потому что она не подходит. Я думаю, это очевидно. Губюки у меня не увеличились. Я полагаю, что увеличение идет за счет того, что она такая ассетинистая. И тем самым кажется, что у губюшки просто больше становится. У меня еще есть третья помада из лимитки вообще прошлого года. Она жидкая и металлическая. Если вот так поделать, то там появляются блесточки. Я вам ее показать не смогу, так как я ее потеряла. Где-то она тут у меня лежит. Но, может, в другом видосе покажу. Следующая помада это Аймппа. Окей, упаковка точно такая же, только она немножко серебряная. Оттенок у меня розетто. Здесь 3,5 грамма. Ну, нормально. Неплохо. Такой же розовый оттенок, только матовый. Ну, окей. Очень комфортная матовая помада. Не ощущается. На что похожа формула? Не знаю. Она очень нежная и такая вот как вельветовая. Я не припомню таких помад. Вообще все помады, что я тестирую от разных брендов, они разные. Но очень напоминает вот эта помада мне только ланком. Ну, так, краем глаза, знаете. Кстати, сколько граммов в этой помаде? В другой помаде, кстати, тоже 3,5 миллилитра. Тут почему-то в миллилитрах, а тут в граммах. Интересно. Интересно. Где подвох? Еще раз покажу вам палетку. В этой коллекции вышло 3 палетки. Одна более холодная, вторая более теплая, а третья вроде 3. А может и не 3, ребят. Я вообще не знаю. Меня уж про это не спрашивать. Черный оттенок в этой палетке как будто какой-то очень такой... Не то что мокрый, а как глиняный. Я не знаю, с чем это связано. Это как будто сухая гелевая подводка для глаз. Но он действительно такой вот... Это как будто не тени. Серьезно. Это как подводка. Можно, наверное, в качестве лайнера использовать на глаза. Как обычно, я делала 2 свайпа и с вотчевом. Вот первые 4 оттеночка. Неплохо. У нас осталось еще 3, в принципе. Не так уж и много. Сегодня у нас не тест люкса, но так хотелось халатик надеть. Ну и следующие 3 оттеночка, такие светленькие. Неплохие. Ребята, я скажу вам, что палетка даже не холодная. Она больше как нейтральная, вероятнее всего. Потому что здесь вот такой теплый оттенок, здесь более холодный. Но это на мне, потому что я дома холодная, поэтому на мне все смотрится просто оранжевым. Но мне нравится такая гамма, знаете, повседневная. Палеточка неплохая. Еще раз посмотрите на черный оттенок. Ребята, я отвечаю, что это как подводка. Хотя тушевался он неплохо. Это будет та палетка, которую я буду рекомендовать, когда у меня спрашивают совет, посоветуй такую нейтральную палетку из масс-маркета. Я обычно советую палетку на 42 оттенка от Beauty Bay и Wolf. Она такая нейтральная, и там красивые сияшки. Но не все хотят с Beauty Bay заказывать. Не у всех есть такая возможность, ребята. Поэтому Пупа новый фаворит. Ненавижу это слово. Вообще советую Тарт. Уж вкладываться, так вкладываться. Вы ей всю жизнь пользоваться будете, и будете радоваться. Я в этом уверена. Тарт заказываем, пожалуйста, только на официальном сайте. Я думаю, в 2021 году уже это не стоит говорить, но нет. Постоянно вижу. Colorpop можно купить на Алиэкспресс. Или Colorpop можно купить на Озоне. Что сказать? Я не знаю. Без лоха и жизнь плоха, что ли? Просто на Озоне палетка Colorpop стоит, я не помню сколько, но я видела, 2000 рублей. Они стоят по 9 долларов, если вы берете со скидкой. 7 на 9? 630 рублей. Ну, ребята. Конечно, не хочется платить. Сколько доставка с Colorpop стоит? Доставка с Colorpop стоит, по-моему, 10 долларов. Зато вы получите оригинал, если доставка не 8. Я вообще не помню. Я всегда беру на 60 долларов, чтобы доставка была бесплатная. Но, ребят, серьезно, давайте мы будем уже поумнее и не будем брать с Азона и с Алиэкспресс палетки Colorpop. Дичь. Серьезно, дичь. Давайте пройдемся по косметике Пупа. Ну что, ребята, я постараюсь идти по порядку. Самое первое – это тон. Его надо наносить либо меньше, либо вообще его не наносить и не покупать, потому что он слишком плотный. Я вот смотрю, он со временем стал себя вести как Бека, как Худа Бьюти. Он мне почерпнул просто все, то, чего у меня вообще-то нет. Все морщины, все складки, он сидит как глина. Очень ужасно и некрасиво. Может, вам издалека не видно, но я вам отвечаю, поверьте мне, вблизи это смотрится просто как-то очень страшно. Вероятнее всего, я переборщила или же нужно было наносить на праймер, потому что, когда я нанесла первый раз, тон продержался хорошо. Я вам сейчас покажу кадры. Очень надеюсь, что я их не удалила и очень надеюсь, что я их найду. Продержалось все хорошо, без каких-либо проблем и к концу дня даже неплохо выглядело. Но сегодня это, честно, какой-то трэш. Я наносила его спонжем от Джуна, который, ну, не микрофибра, который супер плотно тона наносит, а классический спонж. Мне он очень нравится, кстати, такой вот. Он на бьюти-блендер похож, но он немного по-другому тона наносит. В общем, это мои любимые спонжи теперь, спонжи от Джуна. Однако, ребята, тон я вам не советую. Если вы любите пластилин, это выглядит чуть лучше, чем Милани тон, но так же, как Бека худо. Ну, в общем, он слишком плотный, слишком плотный для меня. Для фото идеально. Конечно, вы там себе это размажете все, сделаете размытие, будет кожа выглядеть идеально. Однако, в жизни я вот такое вряд ли надену. Может быть, виноват праймер. Я на него тоже грешу. Тон я оставляю себе, однако. Посмотрю еще на него, он без масла, и он классный. Мне он первый раз, честно, очень понравился. Сейчас нет. Сейчас рекомендовать вам его не могу. Консиллер. Несмотря на то, что здесь 4.2 мл, он очень-очень плотный, и вам его на очень-очень долго хватит. Потому что он разносится идеально. Он в морщины вроде мне не запал. Единственное, что он у меня уже под глазами скатался, однако формула очень похожа на L'Oreal Infallible. Infallible, whatever. Очень похожа на то, что есть у L'Oreal формула, только тот чуть дольше держится под глазами. Но я грешу на тон, потому что у меня тона под глазами было очень много, и консиллер сверху как бы поэтому скатался. А так он у меня держался, но не как, конечно, Stee Lauder или Dior, тоже скатывался. Любой консиллер будет скатываться, если у вас эта проблема есть. Наносите праймер для теней вот так тоненьким слоем сюда, а сверху консиллер. Тогда чуть дольше продержится. Но данный консиллер хороший, он стойкий и он разносится очень хорошо. Я уже все сказала. Он, кстати, супер кроющий. Я довольна себе оставляя брови. Вырезать неудобно, так как он плотный достаточно, как и L'Oreal. Тоже формула на L'Oreal похожа. Пудра от Pupa. Это запеченная пудра, в ней 9 граммов. Немножечко. Она почему-то называется Luminous. Типа она подсвечивающая. Такого я не заметила. Матирует, да, хорошо матирует. Но тоже нет эффекта торта. Нет такого, что пудра как мука сидит. Однако, тоже я особенности у нее не заметила. Пудры я не умею оценивать, но она запеченная. Не очень такая силиконистая, но приятная. Вместо тона наносить пудру я не пробовала. Я это не люблю. Но хорошая пудра. Любите Pupa или хотите новую пудру какую-то опробовать, можете взять ее. Расход у нее небольшой. Хотя тут 9 граммов. Я полагаю, что она запеченная. Но здесь такой информации нет. Качественная достаточно. И она мне понравилась. Но опять же, ничего особенного. Творы у меня видны, как и до этого были. 6 из 10, но второй раз я по себе, наверное, ее не взяла. Я раньше любила очень пудры от L'Oreal, когда мне было лет 19-20. Но потом я купила пудру от Estee Lauder. Я раскошелилась тогда. Для меня это тогда было достаточно дорого. Но я решила, что берем хорошую пудру. А потом взяла Boobie Brown. Тоже очень понравилось. Once you go black, you never go back. Oh, sorry. Не та идеома. Once you go luxe, you never go back. Да? Ну, не знаю. Мне она очень нравится. Я тут немножечко отражаюсь в зеркале. Здравствуйте. Однако палетка очень качественная. Она мне нравится больше, чем Catrice. Потому что я хвалила контуринг от Catrice. Забыв вообще про свою любимую пупу. Я люблю эту палетку очень сильно. У этих палеток есть три оттенка. Я брала только самый светлый. Поглубже оттенки я не брала. Дальше хайлайтер. Вроде лимитка. Я боюсь, что это лимитка. Стоп, рот сберите. Супер хайлайтер. Отражает хейтеров. Он похож на... Если брать из масс-маркета, ни на что не похож. Даже на Revolution. Потому что Revolution есть такая тенденция текстурку подчеркивать. Сейчас я подбавлю хайлайтера. А то я тут перекрыла все. Ребят, хайлайтер из палетки тоже текстуру не подчеркивает. Ровно как и вот этот. Но этот отражает больше. Я советую вам хайлайтер пупа. Как и Makeup Revolution. Но вот у Revolution есть проблема, что некоторые текстурку могут подчеркнуть. Здесь же не блесток, ничего. Тупо отражение. Тяжело мне. Очень тяжело так говорить. Но похож на Dior. Окей, это мой любимый хайлайтер. Если вдруг не знаете. По помадам, ребят, смотрите сами. Кремовые помады. Обычно это матовая. Комфортная. Полосочку не создает в течение дня. У меня единственный ряд оттенков такой своеобразный. Видите, все такое пыльно-розовое. Тяжело найти что-то серенькое. Одна вот такая сияющая. Да, вот эта, которая даст вам объем плюс 10% за 7 дней использования и нанесения 2 раза в день. Вторая более матовая. Неплохие помадки, хорошие. Но я бы не сказала, что это какой-то топ. Потому что я предпочитаю помады Lancome. Если кремовые и Pet Magrat. Да, но это тоже неплохая. То есть она ровно легла, ничего не подчеркнула. Супер гуд. Я довольна. Что надо еще для счастья. Ребята, если вам нужна палетка, пожалуйста, можете брать. Все тушится очень легко. Стойкая. Немножко тени к концу дня тускнет. Но я сегодня без праймера работала. Хорошая нюдовая палетка для тех, кто любит нюд. Или у кого еще вообще нет ни одной нюдовой палетки. Или для тех, кто только начинает краситься. Это будет такое хорошее начало. Для меня она немного скучноватая и немного теплая. Вот эта однушечка однозначно да, у меня оттенок 008. Подводка, к сожалению, не моя. Здесь 2.5 мл. Однако, ребята, она матовая. Но она высыхает в серой. То есть это не идеально черная подводка. Я такое не очень люблю. Серые подводки. Серые подводки, в общем, это не мое. Но в этот раз она мне глаз не жгла. Она жжет только, видимо, когда я наношу клей для блесточек своих. Только тогда жжет, но не сильно. От нее глаз не опухает. Хорошенькая такая подводочка. Предпочту эссенс, потому что они темнее. Они прям насыщены черного оттенка. А данная высыхает в серый. Не в светло-серый. Не в самый такой светлый прям серый. Но достаточно светло-черный можно назвать. Супер каяла от Пупа. Я вам рекомендую Стоп Роц. Потому что они долго держатся. Они хорошо тушуются. Но смотрите, какую вы серию берете. Потому что у них, я слышала, есть не очень хорошие каяла. У меня вот Экстрим Каял. Классный. То есть из всего видоса я вам Стоп Роц советую. Каял. Хайлайтер. И вот эту палеточку. Весь этот косметоз обошелся мне тысяч в семь или восемь рублей. Я, к сожалению, не помню. Можете также посмотреть на консейер. Карандаши для бровей хорошо тушуются. Да, но он не для меня. Я люблю более сухие формулы. Этот очень похож на... Нет, Вьюген Собо более сухой. Он ни на что не похож. Он тоже... То есть, ребята, диспровальных продуктов кроме тона вообще нет. Мне все очень понравилось. Я довольна, что начала свой день сегодня съемочный с этого бренда. Ребят, что у вас есть от Пупы? Как вам мой нетипичный макияж? Не похожий на все остальные, которые на этом канале? Ладно, хватит троллить, я думаю. Мне нравится, но мне не идет. Вот что я могу сказать. Ребята, я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео, не надоело мое лицо и понравилась моя речь. Если так, вы всегда можете на меня подписаться, поставить свой лайк и оставить свой очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой инстаграм, куда я выкладываю свое прекрасное, замечательное и красивое лицо. Всех люблю. Всем пока.